всех приветствует компьютерной академии и наш партнер сайт гагаджи . ком не скучный сайт о технике сегодня хорошая тема 5 лучших кулеров для процессоров с сокетами lg 1700 и а м4 мы продолжаем линейку видеороликов посвященном сборке персонального компьютера по именно с остальным частям и сегодня вот как раз мы рассмотрим весь спектр лучших кулеров для проциков с сокетами lg 1700 и а м4 об их особенностях вам расскажем и специфики применения и так поехали итак первый гаджет нашего обзора это noktua nhl 9 и и l9 это вентиляторы или кулеры предназначены для ультра компактного персонального компьютера у нас на компьютерной академии было это видео посвященные меня сборки ультра компактного персонального компьютера и так это у нас сладкая парочка низкопрофильных процессоров первый для процессора кора 12 поколения и будущего 13 а второй для райзена оба имеет высоту 37 миллиметров что на сантиметр ниже боксового кулера от intel и на полтора так сказать чем у amd кулера от фирмы md в просторечии такой формат мини кулеров называется блинчиками достигается столь малой габариты использования вентилятора толщиной всего 14 миллиметров на само стабилизирующихся подшипников на него распространяется максимально возможная шестилетняя гарантия в комплекте у нас есть винты для крепления альтернативной толстой вертушки диаметром 9 сантиметров при равных оборотах она конечно прокачивает больше воздуха за единицу времени да и в целом комплект поставки у этих мини кулеров по-королевски давать достаточно богат тут и резики или резисторы для снижения максимальной скорости вращения тут и тюбик термопаста вам дают объемный металлический шильзик с логотипами имеется и так далее и тому подобное различные окраски у нас имеются под различные будем говорить так модификации для сокетов intel lga имеется это 1150 1200 1700 amd например am4 они там отличаются немножко ценой но не так сильно также имеется воздухозаборник интересный который настраивается по высоте это правильная штука с помощью этого воздухозаборника вы будете забирать прохладный воздух из за пределов корпуса они теплый воздух изнутри вашего корпуса так что довольно таки интересная комплектация причина чтобы купить noktua nh l9 это они у нас ниже чем боксовый кулер от intel и особенно от md он тише чем кулер от md и особенно от intel отличается вентилятор из износа устойчивым на износа устойчивых подшипниках ну и так далее довольно таки неплохая штуковинка причины чтобы не покупать крепления только на один сокет в комплекте ну вот как то так так что интересный блинчик идем далее так следующий кулер back white shadow rock slim 2 он совместим с высокой памятью это очень важная вещь вот именно вот это вот вот это вот высота играет большую роль back white shadow frog slim 2 это высокий процессорный кулер который уже точно не будет перекрывать даже ближайший к процессорному сокету слот оперативной памяти бывает такое дело высота башни составляет 16 сантиметров что не проблема для большинства новых корпусов но здесь проверять все таки надо старые корпуса все таки бывают не помещают этот кулер обращайте на это дело внимание следующее что хорошо 4 медные тепловые трубки это очень хорошо диаметр 6 миллиметров они лишены вот это антикоррозийный якобы никелево покрытие напрямую контактирует с процессором медные трубки это гораздо лучше чем вот это переход переходы металлов медь никель потом алюминий и так далее прямой контакт полезнее для процессоров с крупным цельным кристаллом например райзен с интегрированной графикой а вот процеки амд без безстроенной графики состоят из нескольких чуплетов и они разогреваются неравномерно поэтому в случае в этом случае подойдет кулер именно с пластины посредником распределяющий тепло между всеми трубками это хорошо это определенный гистерезис будет иметь иметь сразу вот этот вот радиатором будет мгновенно воспринимать максимальные нагрузки мгновенные максимальные нагрузки и потом уже дальше распределять это хорошо к тому же это позволяет поворачивать башню а выдувом вбок или вверх не волнуясь что часть трубок будет не будет соприкасаться с кристаллом процессора электромотор фирменного 14 фирменного 14 сантиметрового вентилятора имеет не стандартные 3 а 4 имеет полюса для более тонкой центровки при вращении это хорошо также имеется 4 пиновый коннектор вентилятора который позволяет настроить скорость вращения в зависимости от температуры процессора и мощности это у нас функции имеется в и фай или биосе очень хорошая между прочим фишка под себя можно все это дело выстроить и так причины купить back white shadow frog slim 2 он не мешает установке высокой оперативной памяти прямой контакт тепловых трубок с процессором 14 сантиметровый вентилятор хорошие подшипники ну и причины чтобы не брать это трубки лишены антикоррозийного покрытия а так все в принципе нормально продвигаемся далее по нашему видео следующий кулер арктик фризер 34 е спорт до хорошее соотношение цены и эффективности арктик фризер 34 е спорт до это однобашенный двух вентиляторный кулер с четырьмя тепловыми трубками и широким выбором окрасок тут этого дела хватает по любому следующее что у нас там хорошо есть поддержка сокета lga 2011 версия 3 а также в комплекте поставляется у нас тюбик наверное самый популярный в мире термопасты arctic mx4 изначально фрезер 34 34 не поддерживал новейшие процессорные разъемы lga 1700 для intel core 12 поколения по недавно немецкая компания все-таки доукомплектовала свое детище необходимым креплением данная пара комплектуется то есть данный кулер комплектуется парой вентилятора в диаметром 12 сантиметров в нем применяются правильные хорошие гидродинамические подшипники следующее что у нас там есть низкие обороты поддержка у нас имеется это очень правильно что еще у нас есть ну вот как то так хорошая штучка обратите вентиляторы вот интересные изгибы именно форма лопастей предназначена для уменьшения шума данного вентилятора плюс маленькие низкие первоначальные обороты 200 оборотов в минуту вот это вот как раз и достигается хорошие шумовые характеристики и так причина чтобы купить данный вентилятор это два предустановленных вентилятора 12 сантиметров долговечные подшипники несколько вариантов окраса ну и термопаста в комплекте тоже хорошая причина чтобы не купить не покупать это сомнительная польза двух вертушек на одной башни но ее можно одну убрать за ваши деньги идем далее ну а теперь дипкул а к 620 максимальная теплопроизводительность или наоборот теплоотвод дипкул а к 620 это двухбашенный двухвентиляторный кулер весом почти полтора килограмма готовьтесь а к слову далеко не все двухбашенники оснащаются именно пара вертушек иногда только один вентилятор устанавливается между вот этими секциями ребер посередине впрочем этот же трюк можно провернуть и дипкулом а к 620 в таком случае второй пропеллер не будет перекрывать слоты оперативной памяти ведь на три есть вырез для нее это позволит свободно извлекать низкие модули памяти или устанавливать узел с высоким с высокими ребрами охлаждений сквозь алюминиевое обребрение проходит 6 тепловых трубок это очень правильно диаметром 6 миллиметров покрытым никелем ну это для красоты равномерная подача или передача тепла от процессора к столь большому числу трубок возможны только путем использования пластины посредника вот вы видите ее на нашем скриншоте отполированного пластина должна быть отполирована до блеска мы очень часто встречаем пластина а там такая вот накаточка типа того надо тут делать все-таки блеск по-любому некрасиво вот эти вот запаянные то есть припаянные трубки прикрыты пластины с решетчатой структурой ну для красоты пара вертушек имеется 12 сантиметров вентиляторы долговечные гидродинамики скорость регулируется от 500 до 1850 оборотов в минуту подключается вот эти вертушки к мастеринской плате посредством уай подобного разветвителя а помимо него в комплекте поставляется тюбик термопасты длинная г-образная отвертка для закручивания трудодоступных винтов между башнями производителем заявлено теплоотводность или способность отвести 260 ватт до юры процессора со столь высоким тдпш как тдпш к пока что не выпускается но де-факто путем автоматического разгона или более того ручного урлокинга столь сильный нагрев вполне достижим у проциков и этот кулер отведет все вот это выработанное тепло и так причина купить этот аппарат это две башни два вентилятора по 12 сантиметров моща гидродинамические подшипники декоративной накладки и отвертка в комплекте причины чтобы не покупать это большой вес полтора килограмма может потра понравится не всем с точки зрения ради любителей когда он будет стоять горизонтально вес соответственно можно будет с помощью чего-то такого интересного просто поддержать в корпусе вот этот вентилятор то есть всю вот эту вот башню вполне нормально решаемая так сказать задача ну и последний гаджет нашего обзора кулер мастер мастер эйр ма 624 стелс тепловод теплоотвод и совместимость довольно таки интересная с памятью с планками на памяти кулер мастер ма 624 стелс это процессорный кулер с двумя башнями и очень неожиданно с тремя вентиляторами причем установить все три вертушки сразу не получится нет третьего комплекта скопа да и смысла в принципе в этом нет центральный 14 сантиметровый вентилятор устанавливается навсегда поверх него ложится декоративная пластина которая скрепляет башни между собой а с двумя другими пропеллерами у пользователей широкий простор для применения и маневра можно вообще не ставить второй вентилятор это позволит устанавливать максимально высокую рогатую оперативную память до 7 сантиметров если же установить 12 сантиметровую вертушку тот допустимая высота аузов сократится до 4 сантиметров что всего лишь на один на один сантиметр больше простейших без радиаторных модулей зато высота процессорного кулера останется прежней 16 сантиметров а вот если смонтировать два 14 сантиметровых вертушки то придется либо довольствоваться голой памятью без радиаторов либо покупать широкий компьютерный корпус способны уместить башню 17 с половиной сантиметров так вентиляторы вентиляторах в принципе нормальные применяются подшипники также одну и или две невостребованных этих вертушки предлагайте использовать в качестве корпусных почему весь корпуса если они комплектуются пропеллерами вентиляторами то чаще всего они шумные недолговечные подшипники скольжения и так далее гудит вентилятор корпус только так так что можно вот эти вот хорошие вентиляторы поставить себе вместо корпусных весит данный кулер весьма якобы уверенно один целых и три десятых килограмма там было полтора здесь один и три ну как-то так тут надо будет смотреть может даже придется как-то и подцепить его и немножко облегчить работу именно крепежа вот как-то так ну а по радонке интересно и так причина чтобы купить это две башни три вентилятора хорошие подшипники возможность регулировать высоту и ширину кулера и совместимость с высокой памятью причины не покупать это вот переплата вот за эти вертушки которые могут вам быть лишними ну вот как то так мы в этом видео рассмотрели энное количество кулеров для сборки своего правильного персонального компьютера так что удачи вам и натхнение